Швеция утверждает, что в октябре иностранная подводная лодка проникла в её территориальные воды. Командование Вооружённых сил страны заявило, что располагает доказательствами этого факта, но не может назвать государство, которому принадлежал объект. На пресс-конференции в пятницу министр обороны Швеции Сверкер Йорансон заявил, «В разведывательной операции у стокгольмского архипелага использовались все средства, имевшиеся в распоряжении Королевского флота. Мы провели расследование как на поверхности воды, так и на дне. Мы уверены, что к архипелагу приближалась небольшая субмарина». Операция по выявлению иностранной подводной активности проходила с 17 по 24 октября и закончилась безрезультатно. В шведских СМИ муссировались предположения о том, что это была российская подводная лодка. «Наши вооружённые силы не смогли определить, какая страна за этим стоит, но ясно одно – это серьёзный инцидент. Кто-то проник в наши территориальные воды нелегально», – возмущается премьер-министр Швеции Стефан Лофен. Москва присутствие своей субмарины в акватории стокгольмского архипелага отрицает. В Российском министерстве обороны призвали обратить скорее внимание на голландскую подводную лодку, которая отрабатывала в указанном районе практические задачи, в том числе элементы аварийного всплытия.